всем привет всем привет тему я закрепила готова я сегодня с вами об этом поболтать народу наверное будет немножко если не раньше чем вчера но в любом случае эфир я обязательно сохраню а я аж испугалась думаю куда делся значок картинок а из прямого эфира он оказался переехал наверх ура слава богу а то мне как-то даже страшно стало думаю боже мой готовила готовила картинки и и так наверное на период прямого эфира я отключу комментарии чтобы вам было вам были видны надписи на слайдах которые я сделала а потом я обратно и включу и отвечу на ваши вопросы у меня еще по моему нет из формы я уже вряд ли отвечу хотя если что я возьму планшет и давайте пока народ собирается я заодно принесу планшет чтобы ответить на некоторые вопросы которые пришли в форму и так ответы на вопрос так картинки я слайды разбила по так сейчас я выключу комментарии выключу я слайды разбила по цветам я потом обязательно и слайды как всегда я скинул в telegram чтобы они у вас были перед глазами эфир сохраню здесь тоже потому что это максимально частый запрос причем сколько бы я не рассказывал все равно это запрос всегда есть итак начнем как вы понимаете красный цвет говорит нам о том что нельзя 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 естественно в нашей жизни нельзя воспринимается не всегда категорично многие говорят на нельзя может все таки можно вот я сегодня то что выделила красным для меня это нельзя я так не использую я так не рекомендую не я одна скажем так все мои нельзя основанные на научных статьях да и на каких-то базовых правилах сочетаемости активов первое я затрону сегодня так как часто приходит именно запрос на эти ну получается лекарственные препараты те которые вы можете купить в аптеке для лечения акне для других болезней я не рассматриваю но вы должны понимать что будет примерно та же самая картина и так аптечные препараты для лечения акне на основе адаполена и бензоилпероксида нельзя сочетать с раздражающими активами с кислотами с ретинолом с витамином c то есть все что раздражает возможно будет оказывать раздражающий потенциал нельзя их вместе сочетать то есть если вы покупаете лекарственный препарат например дифирин на основе адаполена вы покупаете базирон на основе бензоилпероксида вы должны понимать первое что вы должны сделать естественно прочитать инструкцию по применению потому что там в принципе все написано и очень многие не читают и начинают как-то там самостоятельно все это кручу-верчу запутать хочу вы наносите данные препараты на пораженную зону кожи лица на сухое чистое лицо что это значит вы не наносите ничего до от слова совсем не чуть-чуть тонера не чуть-чуть миста не чуть-чуть какой-нибудь сыворотки ничего если данные препараты есть у вас в использовании до для лечения акне вы умываетесь полностью высушиваете лицо и наносите на сухую чистую кожу данные препараты спустя там полчаса час вы можете закрыть данные средства каким-нибудь базовым восстанавливающим кремом в идеале на ламеллярной эмульсии и на этом все не нужно дальше что-то наносить какие-то сыворотки не нужно придумывать велосипед и как-то их там друг с другом замиксовать просто нет если вы сейчас на этапе лечения акне данными препаратами все свои другие активы например витамин c если вы вдруг решили использовать либо не ациномит что есть хорошо как поддержка до терапии акне вы это все уводите в утренний уход это все утром вечером вы наносите только эти препараты и какой-нибудь восстанавливающий крем далее ретиноиды и бензоилпероксид единственная форма ретиноида которую можно использовать с бензоилпероксидом это адопален все остальные формы использовать нельзя потому что происходит разрушительное действие на сам ретиноид если вам будет потом интересно я вам скину книги книжку там все это прекрасно расписано почему зачем и какие процессы происходят но поверьте мне на слово единственный ретиноид который вы можете использовать одновременно с бензоилпероксидом это адопален не зря например существуют препараты как эфизел где вы можете встретить и адопален и бензоилпероксид поэтому запомните не нужно вот тут я помажу ретиноидом а вот тут я рядышком помажу бензоилпероксидом так делать не надо либо ретиноид либо бензоилпероксид либо эфизел если токсина вам хочется использовать или вам прописал доктор даже вам нужно использовать данный препарат дальше ретиноиды и кислая форма витамина c здесь уже я имею ввиду любые ретиноиды почему потому что в принципе оба компонента оказывают раздражающее действие поэтому наносить два компонента которые имеют потенциально раздражающее действие одновременно это не самая удачная идея то есть если например вы хотите нанести зачем-то одновременно отдельные продукты сейчас я акцентирую ваше внимание что мы говорим про отдельные компоненты то есть дальше я еще раз это буду подводить итог еще раз вернусь к этому моменту сейчас мы рассматриваем два отдельных никогда все соединено в одной баночке умным технологом нет когда у нас два совершенно разных средств и наносить кислую форму витамина c я сейчас акцентирую внимание именно на кислой форме витамина c ибо она оказывает максимально раздражающее действие всех форм витамина c особенно если это средство с кислым баш особенно если это средство с высоким содержанием витамина c кислой формы 10 процентов 15 20 не нужно вы просто усилите раздражающий потенциал обоих компонентов то же самое касается и кислот это на следующем слайде по моему у нас есть но также запоминаем кислоты кислая форма витамина c не несет никакого супер комбо действия максимум что он несет а вернее минимум что он несет это раздражающий потенциал кислоты ретиноиды и эфирные масла сочетать не нужно потому что эфирные масла в принципе достаточно агрессивные компоненты для нашей кожи эфирные масла усиливают пенетрацию то есть проникновение активных компонентов кожу поэтому кислоты и ретинол который и так хорошо проходит и так оказывают раздражающее действие в паре с эфирными маслами получается такая бомба которая вам может в большой вероятности дать раздражение поэтому так делать тоже не нужно альфа гидроксикислоты бета гидроксикислоты или например миндальная кислота с азилоиновой кислотой здесь вы должны понимать что не нужно наносить два кислотных продукта за раз это золотой стандарт того как делать не нужно я знаю ситуацию когда например консультанты бренда то той же бравюры да говорят вы сначала нанесите наш супер гликолевый тонер подождите а потом еще нанесите наш супер какой-нибудь салициловый пилинг так делать не нужно вы губите свою кожу вы оказываете максимальный раздражающий потенциал который вы можете сделать используйте в один день одну кислоту и сам так сильно хочется в другой день другую кислоту если это все скомбинировано в одном продукте окей пожалуйста значит так надо значит технолог все продумал я потом объясню еще раз почему но если у вас два кислотных тонера или кислотный тонер кислотная сыворотка кислотный тонер кислотный крем не нужно сочетать их вместе вы возможно получите отполированную кожу но при этом отполированная кожа будет раздраженная с максимально нарушенным защитным барьером и с каким-нибудь еще ожогом поэтому так делать не надо кислоты и кислая форма витамина c я уже об этом тоже говорила на предыдущем слайде далее как делать не нужно не нужно делать скаточку или умываться энзимной пудрой вытирать личико и наносить кислоты ретинол бензоилпероксид кислую форму витамина c на только что отполированную кожу вы даже если этот компонент раньше не давал вам никакого раздражения как только вы сняли скажем так нет некий слой некоторое количество слоев рогового слоя то ваша кожа становится чувствительней в данный момент поэтому я и на консультациях всегда рекомендую если вы хотите вы можете сделать например умывание энзимной пудрой с утра да если вам например никуда не надо или например зима вы используете хороший уход и абсолютно ваша кожа хорошо реагирует на энзимную пудру и вдруг ну вот увы и на курсе ретиноидов тогда вечером вы можете спокойно использовать ретиноиды но как только вы вот сейчас здесь в моменте сделали эксфолиацию поверх нужно накладывать раздражающий какой-то компонент вы можете наложить те же самые пептиды они прекрасно пройдут или там тоже самое не ацинами цинтеллу какие-то успокаивающие компоненты то есть запоминаем когда мы отшлифовали кожу не нужно на нее накладывать агрессивные компоненты следующий момент если вы проходите курс лет терапии у косметолога но если вдруг у вас есть какой-то домашний лет прибор хотя домашние лет приборы как показывает практика это просто мертвому припарка вы просто светите на себя лампочкой не нужно как бы обольщаться потому что мощность там абсолютно не то да свет есть длина волны есть но мощность совершенно не дотягивает до необходимых параметров а здесь мощность играет очень большую роль поэтому здесь конечно больше относится если вы вдруг проходите лед терапию косметолога да на каком-то нормальном большом приборе с мощными показателями то одновременно с этим вам нельзя использовать фотосенсибилизирующие компоненты что это такое кислоты ретинол приним прием лекарственных препаратов которые повышают фото чувствительность кожи потому что вы так можете спровоцировать и ожог и гиперпигментацию поствоспалительную поэтому если вы вдруг на курсе системных ретиноидов если вы на курсе а ты меня не ста топических ретиноидов если вы используете в своем уходе на постоянный то есть системно вы используете агрессивные компоненты которые повышают фото чувствительность лет терапию скажем так вам стоит отложить до того момента пока вы не закончите с данным с данным периодом ну и максимально частый запрос это пептиды пептиды с пептиды с тем пептиды 7 и так далее запомните медь и медные пептиды не рекомендуется использовать с витамином c это золотой стандарт естественно с кислой формы витамина c абсолютно нет прям вот сто процентов нет со стабильными формами витамина c то есть если это все в одном средстве замешано то есть если птиды например были инкапсулированы то окей если вы берете сыворотку с медными пептидами и закрываете ее сразу же кремом с высоким содержанием даже стабильной формы витамина c вы должны понимать что вы есть высокая вероятность что медь в данном соединении окислится поэтому все-таки старайтесь разводить данные компоненты например утро вечер ну и здесь я не дописала но это в принципе касается всех пептидов не нужно их использовать сразу после кислот то есть как только вы закислили ph кожи не нужно наносить средства с пептидами потому что они достаточно чувствительны к ph кто-то больше кто-то меньше например матриксил 3000 его диапазон работы ph это от 4 до 6 аргирелин это наш любимый ацетил гексапепти 3 или 8 миорелаксант 5 7 то есть в кислой среде абсолютно он не будет работать сенек это тоже миорелаксант для него 4 5 5 и 5 ну как бы оптимальный такой порог ph когда он работает факторы роста вообще от 5 до 8 то есть вы понимаете что на кисло на кислую кожу только что с багрину скажем так хорошей кислотой наносить пептиды не стоит естественно если это у вас салициловая кислота для которой ph абсолютно не важен и вы решили например на салициловый тонн или нанести пептиды окей это не проблема здесь когда я подразумеваю кислоты я подразумеваю кислый ph вот теперь мы переходим в желтую зону желтый сектор желтый сектор это значит ну мэйби да мэйби нот мэйби с осторожностью что я сюда отнесла подсушивающие компоненты например мусын улитки чайное дерево цинк сера силика с аккуратностью стоит сочетать с бичей кислотами миндальной кислотой ретиноидами всем тем что также оказывает себорегулирующее действие то есть подсушивающее действие вы должны понимать что если вы берете например тоннер с муцином улитки сыворотку с чайным деревом и закрываете все это ретиноидами то вы должны понимать что вероятность того что вы будете ощущать сухость она очень высокая потому что складывать свой уход даже если у вас жирная кожа только из активов которые подсушивают это не самая удачная идея поэтому имейте это в виду это может проконать может не проконать вы можете ощутить сухость дальше кислоты а поле гидроксикислоты бичей молочная миндальная небольшая концентрация гликолевых и гликолевую я вообще не рекомендую сочетать с ретиноидами плюс ретиноиды какие ретинол ретиналь ретинил ретинат об этом есть совсем недавнее видео вы можете его посмотреть еще раз самое безобидное что я бы рекомендовал если вам сильно хочется то это биичей кислоты плюс ретиналь или ретинат либо так сообщение прилетело отвлеклась либо это салициловая кислота плюс ретиналь я уже акцентировала на это внимание в том видео что оптимальная форма для сочетания с легкими кислотными продуктами это все-таки ретиналь форму ретинол ну я бы не рекомендовал и я лично человек с резистентной кожей хорошей хорошими отношениями с кислотами с ретинолом все-таки кислоты и форму ретинол я для себя сочетать не буду а вот ретиналь пожалуйста далее здесь уже скажем так мои личные рекомендации это высокоактивные средства разных брендов то есть вы должны понимать что когда это все в рамках одного бренда все равно и если это бренд такой грамотно у него есть свои химики технологии свои лаборатории они в любом случае тестируют свои средства в связке как они будут друг с другом себя вести если вы берете супер активную сыворотку например там ту же самую элайс выберете какой-нибудь супер активный крем другого бренда вы должны понимать что есть вероятность того что они могут не подружиться что вы можете получить легкое раздражение возможно они вам могут не зайти в сочетании с друг с другом поэтому если вы берете какой-то супер актив и не можете взять к нему в пару например крем из этого же бренда либо вы не хотите так совмещать два супер активных средства вы можете взять на комиком базовый крем и закрыть им супер активную сыворотку ну то есть я надеюсь что вы поняли что хотел до вас донести и более двух активных компонентах в высоком процентном содержании то есть не нужно брать на максимально сыворотку 10 процентов неацинамида и закрывать ее кремом там 10 процентов кислот там альфа-гидроксикислот то есть но это еще раз даже если это в рамках одного бренда все-таки старайтесь чтобы это ну какой-то был баланс не нужно чтобы ваш уход выглядел как фейерверк что долбит изо всех сторон активами то есть так вы можете только получить раздражение при этом не всегда это сработает вам в плюс до в улучшение ухода поэтому будьте осторожны в этом плане дальше зеленая зона зеленая зона это абсолютно миролюбивая это хиппи они любят всех им со всеми хорошо они ни с кем не конфликтуют никто на них особо никакого влияния не оказывает ниацинамид много информации о том что ниацинамид нельзя с витамином c ниацинамид нельзя с кислотами те исследования которые были они абсолютно не про уход за кожей то есть никогда подобная реакция на вашей коже не случится бывают случаи когда люди берут кислоты либо кислую форму витамина c и сразу же на нее наносит достаточно какое-нибудь дешевое средство с ниацинамидом мы же понимаем что компоненты бывают разного качества разной степени очистки и бывает ниацинамид в котором очень большое сочетание содержание никотиновой кислоты то есть он ну скажем так не очень хорошо очищенный это обычно этим грешат сыворотки знаете там за 500 600 рублей то есть мы должны понимать что хороший качественный ниацинамид вряд ли туда попадет особенно в таких концентрациях которые указываются поэтому здесь да делайте какой-то промежуток подождите пока паш выровнится в любом случае после кислотного тонера если вы наносите да это альфа-гидроксикислота где паш 3 3 с половиной любом случае всегда есть рекомендация выждать примерно 20-30 минут чтобы буферная система кожи сработала паш выровнялся и дальше вы можете спокойно носить свои продукты которые вы там хотите поэтому говорить о том что ниацинамид там с кем-то не дрожит но это очень редкая 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 реакция про прибиотики любят всех цинтелла зеленый чай ромашка азулен гвазулен то есть прополис все что успокаивает дружит прекрасно совсем они абсолютно никак не не разрушаются и не разрушают кого-то есть частый запрос на такие линейки как например доктор сюрикл 5 альфа или там джесс дерма с кем их можно сочетать до хоть с кем с афальянс вот этот их комплекс эпик контрол они прекрасно сочетаются со всем то есть у них нету никаких конфликтов друг с другом и здесь я сделала такой слайд я не знала какой цвет выбрать я была ограничена поэтому это будет лилово-фиолетовый это скажем такие топ супер комбо ниацинамид плюс ретиноиды ниацинамид работает как буфер хорошо показывает себя в предотвращении ретиноидового дерматита то же самое центелла плюс ретиноиды пептиды плюс ретиноиды это такое сочетание которое раньше многими и мной тоже попадала в категорию нельзя но это все было основано скажем так на нехватке опыта и на прочтение не тех статей которые надо были да какие-то статьи на тему того что ретиноиды синтетические например могут как-то негативно сказываться на пептидах на их связи до белковых но и всего того что я перерыла в последние полгода я могу сказать что я нашла только подтверждение того что это супер очень удачная комбинация если мы говорим про косметические ретиноиды то их сочетать с пептидами будет очень очень круто и если у вас например два продукта ретиноевый там серум и крем с пептидами ну и в принципе вообще лучше сначала наносить ретиноиды а потом наносить пептиды как показывают некоторые исследования ретиноиды протащат эти пептиды чуть-чуть поглуже дальше витамин c плюс санскрин в принципе антиоксиданты плюс санскрин здесь и не не дело в том что как-то продлевается жизнь самого фильтра то есть если это старый убогенький какой-нибудь аббинзон то ну не будет он жить намного дольше если вы под него подложите витамин c это будет просто для кожи более удачная комбинация в качестве антиоксидантной защиты поэтому имеет место быть наносить антиоксиданты под солнцезащитные средства ну и стандартная комбинация которая уже мне кажется ей сто пятьсот лет в обед это витамин c витамин е фируловая кислота они друг друга усиливают и работают в синергии это тоже очень такая стандартная трио скажем так и теперь что касается реальной жизни то есть естественно не нужно сейчас садиться открывая составы всех своих банок и сидеть там срочно вычитывать что вот аха нельзя там например кислоты с пептидами у меня в средстве есть кислота и пептиды все триндец и пептиды не работают вы должны понимать что современные средства они уже не такие топорные не такие простые как были раньше там лет сайт назад сейчас придуманы системы доставки те же самые алиосомы наносомы липосомы и так далее в которые запаковываются компоненты которые либо у них слишком большая молекула тяжело пройти через роговой слой либо они слишком капризные то есть они могут окислиться другие компоненты могут на них как-то негативно повлиять поэтому очень часто вы можете встретить например пилинг да есть по моему то ли у медипил то ли у дерма мэйсон там есть кислотное средство в котором также присутствуют пептиды эти пептиды инкапсулированы то есть они защищены от агрессивного воздействия кислотных средств кислот составе поэтому они дойдут целости и сохранности поэтому если у вас есть какое-то сочетание которое например попало в красную зону и оно находится внутри одного продукта это значит что данный продукт был сформулирован с учетом того что эти активы могут негативно повлиять на друг друг на друга значит их как-то развели 1 закапсулировали поэтому не переживайте если еще раз да мы говорим о каком-то отдельном продукте то все пучком никаких проблем нет если же мы говорим о двух совершенно разных продуктах мы должны понимать что не факт что они друг друга полюбит не факт что нанося например на сыворотку с витамином c крем с пептидами не факт что эти пептиды в данном креме были инкапсулированы то есть это может быть какой-то недорогой крем там я не знаю за тысячу рублей естественно ждать там какой-то супер системы доставки для пептидов не нужно поэтому есть вероятность того что этот витамин c пагубно повлияет на ваши пептиды поэтому еще раз если вам хочется совмещать все и сразу найдите одно средство в котором уже это все сделано за вас обдумано продумано и вы можете как бы быть уверены что во все эти компоненты окажут на вас необходимое воздействие вот что я хотел сказать слайдов как вы как видите немного сейчас я включу комментарии так как вот окей если вдруг у вас появились вопросы в период моей речи задавайте я пока найду ту форму которая у нас была с вопросами на эту тему потому что у меня уже была другая и он ее будет показывать сейчас первый было ли все понятно то есть понятно ли я донесла свою мысль щеки подсвечивает как метёк и так я пока по выбираю вопросы потому что здесь были скажем так достаточно странные вопросы я буду выбирать после кислотных тоников сразу наносить пептидный крем можно ли после кислотных тоников сразу наносить ничего не рекомендую то есть выждать выждать надо необходимо выждать надо необходимо мне ну хотя бы минут 20-30 да как я и сказала для того чтобы паш кожи выровнялся тогда вы можете спокойно наносить все остальное сочетание дневного ухода и spf тут просто наносите дневной уход и закрываете все это spf то есть они все прекрасно сочетаются и нет такого что социозащитное средство не сочеталось бы с каким-то активом то есть солнцезащитные фильтры достаточно они любят например антиоксиданты но нет такого что они разрушаются под воздействием чего-либо ходил когда-то слух я так и не поняла вообще откуда он взялся о том что нельзя наносить пептид меди под физические фильтры по токсицинка потому что каким-то образом там кто-то кого-то разрушает я спрашивала у огромного количества людей которые понимают больше меня в этой теме и все сказали что это какой-то бред силой кобылы какие пептиды входят состав комплекса я без понятия какие какие пептиды туда входят и я же я не я не настолько хорошо знаю корейские средства не настолько хорошо знаю какие-то комплексы я не знаю забейте aqua aqua tight i n c i и я думаю что он вам выдаст google использую эссенцию от или и он с пептидами могу ли сочетать с кислотами и не ацинамидом только что я наверное про это рассказала если вдруг вы опоздали к началу пересмотрите но еще раз кислоты наносим выжидаем и дальше можете спокойно нанести свою эссенцию с пептидами так дальше едем не ацинамид наносим ли мы на сухое лицо или на увлажненное лицо очень часто тоже я отвечала на этот вопрос вы наносите так как вам комфортно то есть если вам комфортно на влажное лицо наносите на влажную комфортно на сухое наносите на сухое то есть абсолютно не играет никакой роли а раздражение если вдруг у вас сильно краснеет лицо на не ацинамид это нормальная реакция после использования ацинамида может быть легкая такая эритема наносите на увлажняющий тонер так эритема будет меньше что вы можете сказать про крем аквапрайма 3 джеке мне кажется что это что-то слишком слишком распиаренное потому что что-то как-то вот это вот открытие аквапариновых каналов чакр и так далее но такая себе история в корейском бренде какие маски если целевой кислотой салициловой кислотой в корее вы ничего не найдете в салициловая кислота там концентрации выше 0 5 процента она запрещена поэтому не найдете кислоты наносится на сухую кожу до кислоты наносится на сухую чистую кожу временные интервалы ой как нет не надо уйди пожалуйста куда-то я не туда нажала временные интервалы при нанесении активов что нужно понимать мы в ожидаем в идеале после кислот после кислот и кислой формы витамина c потому что паш слегка закислен да и нам нужно подождать пока он выровнится для того чтобы наносить последующие активы после ретиноидов я не жду особо там какие-то там 20-30 минут нет впиталась наношу дашь там даю ну даю 5-10 минут чтобы просто средство впиталось потому что мне неудобно наносить одно средство по-другому пока пока то еще чувствуется на коже то есть когда они все вместе смешиваются я думаю очень часто замечали что у вас например тонер очень плохо впитался вы начинаете наносить сыворотку она начинает мылиться она начинает пениться то есть это не несет никакого вреда вашей коже просто скажем так это соединение текстур которые не всегда скажем комфортно при нанесении поэтому максимум что я жду это после кислоты кислой формы витамина c все остальное я спокойно наношу и нет никаких проблем а побоялась после салицилки от венки лист эмульсия доктор с юрикал оказывается можно можно нет никаких проблем абсолютно кстати после салицилки я обычно тоже не жду там какие-то полчаса потому что ph тонера салициловой кислотой он абсолютно нормальный она впиталась и на через 10 я спокойно наношу последующие средства может ли крем с пептидом меди быть базовым можно ли его после тоника с салицилкой вот после тоника с салицилкой вы можете его нанести потому что как показывает практика средства с салициловой кислотой не имеют кислого ph но назвать его базовым я не могу потому что наносить его например на сыворотку с витамином c мы уже с вами вряд ли будем на высоко концентрировано да поэтому да он может быть базовым но не для сыворотки с витамином c кислотные тонеры корейские с какими активами можно сочетать те с теми же активами с чем можно сочетать и не корейские кислотные тонеры тонер с экстрактом коры и вы и маты и матриксил таймлесс совместимы ли совместимы ли как и пробиотики и пептиды прекрасно совместимы манделик подра получается манделик это наверное миндальная кислота подружиться с ретинолом или с витамином c но одновременно наносить миндальную кислоту с ретинолом от медикейт я бы стала но если мы говорим про ретинол да я бы могла рассмотреть на вечер подобное сочетание но наносить миндальную кислоту а после нее наносить сыворотку с витамином c кислым вот я бы не стала то есть я здесь не вижу никакой никакой необходимости никакого смысла если нанесение миндальной кислоты с ретинолем смысл есть то нанесение миндальки с витамином c абсолютно нет так меня голос на сухую кожу изрядно поджигал и я попробовала как рекомендовал производитель после тонера впитавшегося вуаля поджога почти не было прекрасно маску с салициловой кислотой в каком бренде девушка но я же вам уже ответила пожалуйста не нужно писать как вы вчера мне писали 10 одинаковых сообщений подряд не надо не надо я вам уже ответила если вас что-то сильно интересует задайте вопрос директ чтобы я не ругалась так можно под молочную кислоту наносить салицилку это еще да мы возвращаемся к сразу к первому слайду мы должны понимать что наносить две разных кислоты за раз не имеет никакого смысла максимум что мы получим это раздражение так про лет терапию я рассказала пептиды и ретиналь можно азелаиновая кислота и ретинол это будет достаточно жесткое сочетание поэтому вот азелаинку гликольку я бы под ретинол класть не стала бета-глюкан относится к пребиотиком и прекрасно сочетается со всеми компонентами можно ли во время ретинола делать курс карбокси да можно то есть это не будет никакой проблемы вы можете спокойно делать ретинол и молочная кислота это было на слайде можно но лучше с ретиналем пребиотик с неоцидомидом можно что думаю о бренде шарова про многие хвалят многие хвалят сам сервис сами средства я залезла к ним на сайт посмотрела очень бюджетные товарищи я не знаю если честно у меня не загорелась вот где-то внутри попробовать но я не думаю что они прям какие-то супер провальные думаю что имеет место бы если бы вам предложили оставить только один актив чтобы вы выбрали я бы выбрала неоциномид ну если уж прям совсем жизнь закончилась только один актив то неоциномид для меня мне кажется максимально универсальный сыворотку с четырьмя процентами салициловой кислоты этого если вы имеете дукосты баха я вас умоляю там эти четыре процента не работают как четыре процента можно закрыть кремом с бифидобактериями можно при курсе пилинга у косметолога можно сочетать с ретинолом в домашнем уходе ретинол у вас будет как предпилинговая подготовка то есть вы используете ретинол какое-то определенное количество времени там желать там еще месяц до перед курсом пилингов дальше вы делаете курс пилингов и в этот период все-таки лучше отказаться от ретинола пожалуйста советовали бы вы и лайзов скин манделик для чувствительной кожи ну если честно то не для чувствительной кожи будет поджигать как относитесь с сатива 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 без понятия я даже не знаю что это за бренд бензоил пероксид не ациномит салициловая кислота бензоил пероксид соло просто соло и в идеале вообще если вы на бензоил пероксиде на дополение на дополение плюс бензоил пероксид это используется вечером соло и закрывается кремом на ламиллярной эмульсии вот это будет супер вау комбо правда умывалка с кислотами а потом пептиды вы должны понимать что все что относится к смываемым средствам после смывания на вашей коже не работает умывалка с кислотами да она может иметь кислый ph в районе там четырех когда вы умылись смыли эту умывалку поверьте мне паш ваша кожа будет абсолютно нормальный то есть вы можете дальше спокойно наносить те же самые пептиды спасибо на лучший актив против постактный по вашему мнению ой это тоже все индивидуально на мне хорошо работает а зелоиновая кислота в плане работы с пост воспалительной пигментацией на ком-то будет лучше работать и гликолевая кислота на ком-то как она называется то забыла 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 бионик серум бионик серум у них составе вот все у меня вылетела просто из головы не теоктовая кислота у фитоси есть сыворотка называется бионик серум и там сейчас я посмотрю просто потому что мне кажется что я тогда не усну теперь по крайней мере хорошо что у меня здесь рядом есть мой же инстаграм как как мне найти сейчас одну секунду может быть кто-то из вас мне поможет фитоси бионик серум бионик серум и там составе коевая кислота господи коевая кислота вот вы положи в головы просто напрочь коевая кислота коевая кислота тоже прекрасно работает с постактный поэтому пробуйте выбирайте самостоятельно тут что на вас конкретно сработает лучше никто не знает в идеале вообще как и в работе с любой другой пигментации когда вы работаете с постактный вы должны понимать что бить нужно сразу по нескольким мишеням и в идеале использовать например неоцинамид коевая кислота неоцинамид азилаиновая кислота то есть неоцинамид утром кислоты вечером ретиноиды то есть все это имеет место быть крем с бета-глюканом универсален универсален что-то хотели бы попробовать у инки лист у инки лист я бы хотела попробовать салициловую умывалку это все что меня привлекло из того что я видела треноксамовая кислота да тоже хорошо работает акнетрикс сыворотка да акнетрикс там высокой содержания неоцинамида он тоже хорошо работает так по моему прилетел вопрос в форму а ну вот это тоже повторение если умывалка кислотная тоник можно кислотной Medicaid Radiance тоник их же кислотный да можно так сделать но еще раз если ваша кожа не чувствительная то есть кому-то достаточно кислотной умывалки два раза в неделю а кому-то можно спокойно использовать кислотную умывалку два раза в день и при этом еще использовать дополнительные кислоты то есть здесь вы смотрите конечно же на состояние своей кожи, как она реагирует. Я могу спокойно использовать, у меня кислотные умывалки и утром, и вечером, при этом я еще могу дополнительно использовать кислоты, и кожа хорошо это все воспринимает. Ну, при должном восстанавливающем уходе, конечно же. Так, по тем сочетаниям, которые задавали формы, я пробежала, потому что я не стала озвучивать те, на которые я уже ответила, рассказывая, или сейчас. В любом случае, если будете пересматривать, то найдете ответ на свой вопрос. Тема сочетаемости, мне кажется, она стара, как мир, и она еще будет актуальна очень долго, потому что к ней обращаются люди только тогда, когда у них, скажем так, возникает этот вопрос. Очень часто люди не замечают, например, что у меня были посты про зону вокруг глаз, пока это не коснется их. То есть, когда мы видим то, что интересует нас, да, у нас это в памяти откладывается. Когда это нас не особо интересует, мы проходим мимо и даже не запоминаем. Про сочетаемости я писала очень много, но вот недавно еще раз засела, пересмотрела многие сочетания, которые я, скажем так, ставила под запрет. Те, которые как-то мне казалось, что почему-то нет. Есть те, которые я перенесла из строго нельзя в строго, скажем так, с осторожностью. Поэтому сегодняшнее, мне кажется, видео, сегодняшний прямой эфир – это вот прям апогей сочетаемости моей за три года. Кстати, представляете, скоро моему блогу будет 25 февраля три года, три года, как же быстро пролетело время. Сыворотку Маню Проксил закрывать кремом с бифидобактериями. Да бифидобактерии всех любят, да можно, можно, можно. Чем вы обычно закрываете ту серым сал? Я его обычно не закрываю, потому что я его не использую. То есть, поэтому я его ничем не закрываю. А так, ну, вы можете закрыть абсолютно любым базовым кремом, желательно без пептида меди. Потерпите, а пептиды на активы? Пептиды на витамин С вряд ли выживут, если мы говорим про медные пептиды. Но если мы наносим на кислую сыворотку, то мы ждем, чтобы выровнялся ПАЖ. То же самое касательно кислот. Когда ПАЖ выровнялся, мы наносим пептиды. Тогда есть шанс, что они выживут, да. Что нужно использовать для восстановления кожи после кислотных умывалок? Средства для восстановления защитного барьера. У меня есть прекрасный прямой эфир на тему восстановления защитного барьера. Вы можете его глянуть. Я там такая вся красивая с кудрями. Он мне очень нравится. И судя по количеству просмотров, вам он тоже очень нравится. Я прям даже не ожидала. Мне кажется, один из самых популярных прямых эфиров. Хотя это тоже та тема, о которой можно говорить, мне кажется, абсолютно бесконечно. Потому что защитный барьер мы нарушаем каждый день. Здравствуйте. Защитный барьер мы нарушаем каждый день. И кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И поэтому тема восстановления защитного барьера, мне кажется, она будет актуальна всегда. Как и тема сочетаемости, как и тема защиты от солнца. Думаю, что скоро, наверное, весной мы с вами еще раз поговорим про защиту от солнца, потому что тогда она будет более актуальна. Сейчас, как показывает практика, в России мало кто использует солнцезащитное средство. Ну и я в том числе. Я не, скажем так, не святая в этом плане. Сыворотку бор. Такс можно закрывать ретиналем. Да, можно. Подождите, пока у вас сыворотка с пептидами впитается, и закрывайте ее кремом. Я поняла для себя, что если я хочу вот совместить все и сразу, то лучше искать какое-то одно средство, которое будет себе это сочетать. Потому что многие говорят, я не могу купить, например, там, Элайзу в скин, потому что это дорого. Когда мы начинаем разбирать косметичку, у человека есть 4 разные сыворотки. Например, там, с пептидами, с витамином С, с неоцинамидом и какими-нибудь там пробиотиками. И ты понимаешь, что эти 4 сыворотки в общей сумме стоят дороже, чем один продукт от Элайзу в скин. И здесь тогда сразу закрадывается вопрос приоритетов. То есть, может быть, стоит чуть-чуть подкопить, чуть-чуть отложить, и потом купить какой-то, ну, стоящий продукт. И плюс еще какой-то момент сразу же, да, и вытекающий из этого. Не нужно стараться совместить сразу все активы. То есть, очень часто сталкиваюсь с тем, у меня акне, я хочу использовать не ацинамид, я хочу использовать азелаиновую кислоту, я хочу использовать салициловую кислоту, я хочу использовать ретиноиды, и там еще какой-нибудь цинк или еще что-то. И пытаются это впихнуть просто за раз. То есть, она наносит одну сыворотку, вторую сыворотку, там, крем и там какой-нибудь концентрированный тоннель. То есть, этим вы не сделаете себе лучше. То есть, нет такого, что чем больше я нанесу, тем быстрее, аллилуйя, моя кожа станет чистой. Здесь, к сожалению, так не работает. Это то же самое, что, я не знаю, купить самую вкусную еду в мире и намешать ее в один чан. То есть, ну, это тоже будет невкусно. Поэтому старайтесь проделывать курсы. Не нужно, например, ожидать, что если я купила пептидную сыворотку, сыворотку с витамином С, так я думаю, буду я их чередовать. Ну, хорошо, от витамина С через день вы, возможно, эффект увидите. Но от пептидов через день, один раз в день, вы вряд ли увидите тот самый эффект, который был заложен производителем, поэтому потом вы будете говорить о том, что пептиды не работают, это такой неудачный актив. Витамин С, кислая и некислая форма. Сверху можно бифида... У меня от этого крема уже слегка глаз скоро подергивается. Про и пребиотики прекрасно живут в кислой среде, а вот в щелочной среде они не очень хорошо живут. Поэтому расслабьтесь, пожалуйста, используйте этот крем после любого актива. И будет вам счастье. Неоцинамид лучше наносить на голую кожу. Хотите на голую, хотите на тонер. Какие средства самые богатые на активы из вашего арсенала? Самые богатые на активы... Ну, это, наверное, кремы от ELIZO SKIN. Они такие достаточно очень активные в плане тех активов, которые мне нужны. Мне иногда даже кажется, что они у меня поактивнее сывороток будут. Какая сыворотка с витамином С лучшая? Нет лучших. Нет лучших ни в какой категории. Вы это должны понимать. То есть лучшая сыворотка для меня может для вас оказаться не лучшей и даже самой худшей. Поэтому плюс вы должны понимать, что витамина С как минимум форм 10, которая используется сейчас. Какая на вас работает лучше, я не знаю. Корейцы со своим 10-ступенчатым уходом заморочили нам голову, поэтому хочется нанести всё и сразу. Не надо. Вот на самом деле мы гоним на корейцев, но мы просто... Мы взяли идею, но мы не взяли суть. То есть это, знаешь, слышу звон, не знаю, где он. У корейцев очень-очень мелкодозированные средства. То есть там не будет сыворотки, как, например, у Isclinical или у Sysderma или там любого другого европейского косметологического бренда, где просто вот бомба активная. У них всё понемножечку. У них немножко в тонере, немножко в сыворотке, немножко в кремчике. Не нужно думать, что кореянка такая среднестатистическая стала, умылась гелем, нанесла тонер, потом сыворотку, потом эмульсию, потом крем, потом тканевую маску, санскрин или ещё что-то. Поверьте мне, они так не делают. Они не наносят 10 ступеней подряд. Просто существует 10 этапов ухода, и то, мне кажется, их, по-моему, помечу. Ну, пусть будет даже 10. Но никто не говорит, что все 10 нужно использовать за раз. Плюс мы должны понимать, что у корейцев очень лайтовые средства. То есть, если, например, японцы любят высокие концентрации, как те же самые европейцы, американцы и так далее, то корейцы, они любят очень небольшое содержание. У них акцент на увлажнение, на успокоение кожи. У них нет задачи забабахать, я не знаю, сыворотку с ретинолом, кислотами и одновременно витамином С. Нет, если им надо, они пойдут к косметологу, они пойдут к пластическому хирургу, натянут себе все, куда им захочется, и пойдут дальше супер такие красивые. Поэтому не нужно считать, что они такие, у них идеальные лица, только потому, что они пользуются корейской косметикой. Они не вылазят от косметологов и от пластических хирургов. И поэтому им не нужна суперактивная косметика. Им нужна косметика, которая будет очищать, увлажнять, защищать от солнца, успокаивать кожу. Все. То есть поэтому не нужно... А вы на каких-то успокоительных? Ха, нет, я не на каких-то... Блин, у меня вот эти вот мелкие волосы, они растут у меня как-то отовсюду. Нет, я не на успокоительных. Адское терпение. Да, я просто училась в педагогическом вузе, у нас там сразу тебе прививку ставят при поступлении. Потом периодически еще повторяют, чтобы ты был супертерпеливый. Хотя, поверьте мне, мое терпение далеко не адское. Просто мне не хочется кричать матом во время прямого эфира, потому что потом моя мама скажет, что я очень агрессивно себя веду. Она периодически следит за моими видео и говорит, вот сегодня ты вела себя немножко агрессивно. Поэтому... Привет, привет. Да, мы тут уже почти час болтаем. Тут мне мама... Вот, ты сняла короткое видео? Смотри, как оно хорошо зашло тебе. Нужно снимать короткие видео. Короткие видео набирает больше всего просмотров. Я такой думаю, что, господи боже, зачем, не надо. Поэтому я очень... Я всегда теряюсь, когда я понимаю, что мои знакомые видели или натыкаются на меня на ютюбе, или видели мои видео. Для меня это все время как бы хочется закрыться в каком-то, знаете, там, вигваме, чтобы никто на меня не смотрел. У меня высыпание на следующий день из-за неоциномида. Это вопрос или это крик души? Сменись и неоциномид. Я тоже слышала, что корея на пластике, при том, как женщины, так и мужчины. Мне кажется, мужчины еще больше на пластике, чем женщины. У них, естественно, у них все начинается с глазок. Они делают более такой европейский взгляд, потому что у них проблема, да. Если у меня нависшая века, то у них просто одно веко. И они примерно там с какого-то определенного возраста, когда им разрешено, они делают себе операцию. То есть мы прям с девчонками к концу нашего отпуска мы прям распознавали, кто из девочек делал, например, верхний век, а кто нет. В возрасте после 45 лет можно использовать крем... А, так, можно... Так, видимо, можно пользоваться кремом... Блин, как-то так написано, я все время могу уловить смысл. Можно ли пользоваться кремом сыворотка с пептидами на постоянной основе? Ну, смотрите, в 45 можно выглядеть, там, иметь, грубо говоря, мелкоморщинистый тип старения, иметь такую прекрасную упругую кожу, а в 45 другой человек будет выглядеть не очень хорошо. Поэтому тут зависит конкретно от вашей кожи в 45 лет. Но я все-таки сторонник того, что не надо сидеть на одном активе, даже если вам 45, 55, 65 лет, не нужно сидеть на одном активе. Вы должны понимать, что есть максимальный ответ, который вы можете получить. Нельзя получать ответ от пептидов бесконечно, как молодеть нельзя бесконечно. Поэтому делайте курс пептидов, делайте курс ретиноидов, делайте курс, я не знаю, там, кислот. У вас такой огромный выбор, у вас столько мишеней для того, чтобы работать. Выбирайте все, что в вашей душе угодно. Церамиды с Центеллой вместе. Центелла дружит со всем, церамиды дружат абсолютно со всем. Церамиды, холестерол, жирные кислоты прекрасно себя ведут со всем. Курс ретиноидов можно начать с ретиноля, а закончить тоже медиком, но в форме масляной сыворотки. Поверьте мне, я не вижу в этом, во-первых, никакого смысла. То есть, мне кажется, вы можете взять кристалл ретиноль 10, и это будет лучше, чем максимальная сыворотка их с ретинолом. Плюс, там совершенно другая текстура. Если ваша кожа проблемная, то использовать их масляный ретинол вряд ли вы сможете. Но тут неважно, крем или сыворотка, я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Курс это примерно 3-6 месяцев. Все зависит от конкретного актива. Да, миорелаксанты это обычно 3 месяца, а если мы говорим про матрикины, можно 3-6 месяцев. Ретиноиды от полугода до года. Как вам сегодня уход? Достаточно увлажнение. Ой, вы знаете, сегодняшний уход прям меня так сильно порадовал. Я прям была в дичайшем восторге. То есть, ну, эссенцию, естественно, вич-трендовскую я использовала и до этого. Ну, она мне нравилась, она такая базовая, хорошая. И сегодня я добавила, получается, сыворотку Институт Эстедерм и крем. Они в паре просто зашли идеально. То есть, они впитались настолько полностью, что вот я говорю, я трогаю лицо и ощущение, что у меня сухая кожа. В плане, что я просто умылась, она у меня высохла и она абсолютно гладкая. Абсолютно не ощущается средство на лице, при этом кожа увлажнена. То есть, ей всего хватает. И она достаточно красиво сияет, то есть, нету какой-то глухой матовости. Поэтому пока что мне прям очень нравится. Умывалка для тонкой чувствительной кожи. Такие вопросы всегда ставят меня в тупик, потому что я не делю умывалки по каким-то узконаправленным моментам. То есть, хорошо. Ну, если у вас суперчувительная кожа, то выбирайте умывалку просто без кислот. У меня просто огромное количество умывалок в профиле. Мне кажется, у меня там 10 подборок. Поэтому полистайте. Просто не берите, например, пенку или гель с кислотами. Можете взять абсолютно какую-нибудь базовую умывалку. Просто смотрите на павы, чтобы они были мягкие и все. Масляные сыворотки с ретинолом от Медик очень слабые. Да согласна я, они, конечно же, просто в разы проигрывают. Даже чисто по формуле. Как у вас в голове укладывается такое количество информации? Это кажется, что как оно все укладывается. Во-первых, естественно, все наизусть я не помню. У меня огромное количество книг, причем в бумажном формате, которые я всегда там подчеркиваю, делаю закладки. И плюс вы должны понимать, что это моя сфера деятельности. То есть я веду, например, практическую грамматику в университете. И, естественно, пока я ее веду, я могу вспомнить все, что касается каких-то практических моментов. Да, касательно английских времен, я не знаю, форм, строения языка и так далее. Как только я перестану, скажем так, вести, я думаю, что через год, через два какие-то многие узкие моменты я уже не вспомню. Здесь то же самое. Это просто моя сфера деятельности, в которой я работаю каждый день. И, естественно, что пока я этим активно занимаюсь, когда я в это активно погружена, я это помню, я это знаю. Но мне кажется, если я вдруг завтра решу, что я больше не хочу этим заниматься, то спустя, мне кажется, там тоже какое-то определенное количество времени я тоже много... Мозг, он так устроен, он все откладывает в чертоги разума. И когда оно тебе понадобится, стоит только повторить, естественно. Это как, знаете, математика в школе. Когда ты проходишь интегралы в школе, тебе кажется, блин, все классно, все легко, я буду помнить об этом всегда. Сейчас попробуй меня посади и скажи, реши, я не решу. Но если я со своим ребенком буду делать домашнее задание несколько лет подряд и дойду до интегралов, естественно, я вспомню и решу. Поэтому никакого секрета нет. Какую сыворотку от Института Эстодерм использовали? Я использовала сыворотку... Я вам сейчас ее, может, отмотаю, если у меня там немного картинок. Я использовала сыворотку... У них появилась линейка... Нет, я вернулась. Что-то я не туда... Вот, я нашла крем, поэтому покажу крем. У них есть линейка Propolis Plus, Intensive Propolis Plus. Здесь у меня на фотографии крем. А есть еще сыворотка из этой же линейки. Она выглядит примерно так же, но я не знаю, где у меня эта картинка. Я точно помню, что она где-то была. Но где... А, вот она. Вот так вот она выглядит. Прекрасная сыворотка. У нее такая молочковая текстура. Конкретно такого карамельного цвета. Пахнет она очень классно прополисом. И когда она высыхает, она дает такую легкую матовость. Но при этом это не глухая матовость, когда даже блеска на коже не видно. И я вот сейчас охочусь вот за этой прелестью, но ее, к сожалению, нигде нет. Если вдруг когда-нибудь кто-нибудь мне сможет ее помочь достать, то я буду, наверное, безумно счастлива. Но я думаю, что мне просто придется подождать несколько месяцев, пока она появится где-то в стоке. Потому что я безумно хочу. Потому что два средства мне уже зашли. И я прям очень сильно хочу. Кстати, давайте я раскрою тайну. Потому что я сказала, что я выбрала себе два средства от Сесдерма. И директ просто периодически взрывается. И многие угадывают, пытаются угадать, но не угадывают эти средства. Я хотела, конечно, показать их, когда они придут. Но покажу вам сегодня. Это будет такой легкий эксклюзив. Только для тех, кто здесь, как говорится. Итак, первое средство это крем. Причем я выбрала линейки для молодой кожи, для молодежи. Это, знаете, я решила, так как понятие молодежь продлили на 35+, то я еще попадаю. Поэтому я возьму средства для молодежи. В общем, это крем себорегулирующий. Меня привлекло в нем что? Меня привлек в нем авокутин. Бутилово-кодат, который есть в тоннере от Реджудикея. Это ингибитор 5-альфа-редуктазы. То есть это фермент, который у нас, скажем так, является провокатором высыпаний. Там идет сложная цепочка, да, переходы тестостерона в дигидр и тестостерон, который как раз-таки вызывает высыпание. Поэтому мне вот очень интересно его попробовать. Он должен быть достаточно легкий. Как вы видите, моя любимая упаковка. Я его на лето себе взяла. И взяла еще попробовать вот такое вот. Сес-ретиналь линейка, также для молодой кожи. Но, судя по заявлениям производителя, там 0,15 ретиналя. То есть это больше на 0,05, чем в кристалл-ретиналь 10. И если это все-таки действительно так, то мне безумно просто интересно. Там в составе есть также, насколько я помню, еще салициловая кислота. В общем, мне кажется, что потенциально это очень крутое средство. Я очень долго рыла их сайт. Я выбирала два продукта. Думаю, выберу себе на пробу два продукта. И вот как раз-таки мой выбор пал на них. Они должны, по идее, ко мне, может быть, к концу недели, может быть, в начале следующей недели, они должны ко мне прийти. И я попробую и расскажу вам. Мне, конечно, просто безумно интересно попробовать именно это средство с ретиналем, потому что я его обожаю как компонент. И вот мне интересно. По вашей рекомендации решила ввести кристалл-ретиналь. Началась единица. Нужно выдерживать лестницу. Или можно... Лестница, это когда мы идем от меньшей концентрации к большей концентрации. А вы имеете в виду, чаще в плане нанесения вы можете довести до ежедневного использования, не проблема. Вы пользовались когда-нибудь тональными средствами? Почему перестали выли от них высыпания? Я пользовалась тональными средствами. Конечно, я была молода, юна. У меня был и крем-балет в школе, и потом, когда у меня появились деньги, это был Альянс Перфект. Вот что там, какая лориаль, не лориаль, я уже не помню, короче. В общем, Альянс Перфект. У меня был и тональный крем, и пудра. И я каждый день обязательно наносила тональный крем, пудру, чтобы, не дай бог, лицо не блестело. В какой-то момент я просто перестала ими пользоваться, потому что мне было как-то пофиг. Да, я была в декрете. Вообще было по барабану, там, крашусь я не крашусь. И когда я начала ухаживать за кожей, когда она стала красиво сиять, то есть она мне понравилась. Да, краснеют щеки, но это моя особенность, и я решила, что зачем. При учете, что да, меня тональные средства, они достаточно активно провоцировали. И вот, например, даже вот когда я еще, у меня были, например, кушоны, когда я только начинала тестировать корейскую косметику, у меня были и кушаны, кушоны. Я ими пользовалась периодически, все равно я видела, что это не очень хорошо сказывается на моей коже. В какой-то момент я просто поняла, что они мне не нужны, я не вижу в них никакого смысла. То есть мне так же нравится моя кожа, когда она абсолютно голая, когда она с уходом. Поэтому я перестала пользоваться тональными средствами и абсолютно не жалею. То есть мне кажется, что я и так прекрасно выгляжу. Так, на сайте Натина видела сыворотка с прополисом. Не знаю, так, где заказывали? Я заказывала на Look Fantastic. Или вы про что, про Институт Эстедер? Или, ой, ну что-то как-то он у меня кривенький сегодня волос. Возможно, вы уже об этом говорили, но я упустила. Через сколько можно наносить увлажнение после посушивающих кремов, чтобы они успели сработать? Не очень поняла. Вы хотите крем на крем нанести? Крем на крем наносить не надо. То есть, ну, если у вас это в сыворотке, нанесли сыворотку, она впиталась, но закрыли кремом. Вечером наношу на проблемные зоны. Да, мне нужна более развернутая картина, скажем так. Спасибо. Да, я тоже считаю, что я красотка. 30 лет и я красотка. Я наконец-то просто полюбила свою кожу. И я безумно счастлива в этом плане. Где заказывала Сатерма, я заказывала через знакомую. Я потом отмечу ее обязательно. Я вчера уснула с тоналкой. Каким богам молиться? Ой, никаким богам не молиться. Просто понять, принять и простить, как говорится. Я очень часто бывает у меня такое... Ну, никак не очень часто, конечно, но периодически у меня такое бывает, что мы, например, с девчонками собираемся... Ну, там, не у меня, а у кого-то из девчонок. И мы очень хорошо отдыхаем, очень весело. Я прихожу домой в час ночи, и я просто ложусь спать. Я не умываюсь, я не наношу никакой уход. То есть, да, на моем лице нету косметики, на моем лице нету санскрина. Но я не умываюсь. И я с утра просыпаюсь, я абсолютно никак себя ни корю, ни виню. И просто иду, умываюсь, наношу уход и живу дальше. Поэтому просто примите этот момент. Про институт СТДРМ, сайт на Тиндер. Если вы напишите мне в директ, как он называется по инглишу, я буду вам безумно благодарна, потому что я не очень понимаю, так его выбивать по-русски или как? А, но Тино. Хорошо, я попробую. Я, наоборот, не могу, без тона слишком краснеет. Но попробуйте, если вас смущает именно краснота, попробуйте, например, какие-то CC-кремы, да, которые имеют зеленый пигмент. Они не будут там вам делать какую-то маску на лице, просто зеленый пигмент будет гасить красный цвет ваших щек. Вот и все. Сыворотка с неоциномидом лучше, да, здесь поработали, сразу перекрыть кремом. Она и так поработает. Неоциномид маленький, он хорошо проваливается, поэтому закрывайте ее, как впиталось, и все, и не будет никаких проблем. Так что вот, вот-вот-вот. Мы с вами уже больше часика. В общем, если у вас есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если нет, то, наверное, буду закругляться, то у меня там что-то все пишут со всех сторон, я уже не знаю, что там, надеюсь, никто не умер. Летом могу использовать крем из Elexa Herb. Можете, но только... Так, по-моему, там ретинол есть в составе, только тогда в вечернем уходе. А, Натина... Ну, я как бы либо с России рассматриваю, либо где-то с зарубежных стран, просто доставка с Украины сейчас для меня очень дорогая, то есть она в районе 1200-1400, и, к сожалению, сам тонер будет стоить примерно как доставка. Ну, там, конечно, чуть подороже, но если что, подожду, пока появится. А, ну, если чешский сайт, я бы на него находила, да, но там не было доставки в Россию. Вечером наношу на проблемные зоны подсушивающий крем, но через минуту хочется увлажнить. Кожа жирная, но обезвоженная, видимо. Ну, что такое подсушивающий крем? Что в нем такое? Что это цинковая масса или что? То есть, ну, наносить крем на крем, это не очень логично. Наносите, значит, под этот крем какие-то более увлажняющие продукты. Сушить вас не должно. Спасибо большое. В общем, буду прощаться. У меня на сегодня еще много дел запланировано, поэтому спасибо. Надеюсь, что тему сочетаемости я раскрыла до конца. И если вдруг будут у вас вопросы, я вас буду посылать вот сюда. Буду посылать именно вот сюда. В общем, всем спасибо. Всем пока-пока.